Что делать родителям, если их ребенок не может определиться между спортом, творчеством и наукой? Правильно, попробовать все и сразу. Со временем станет понятно, к чему он тянется больше. А может, выбирать и вовсе не придется, ведь сегодня для ребят доступно более тысячи различных секций и кружков, которые можно совмещать друг с другом. В этом выпуске программы «Эстафета» мы продолжим знакомство с Центром детского творчества Хибины. Только на этот раз отправимся в настоящую столярную мастерскую. Узнаем, в чем заключается ее популярность как среди мальчишек, так и среди девчонок. Центр детского творчества Хибины открыл свои двери в начале прошлого века, в 1936 году. Сегодня в нем на выбор для ребят в возрасте от 5 до 17 лет более 100 различных направлений – спортивных, творческих, общеобразовательных, естественно-научных и развлекательных. Опытный педагогический состав передает юным северянам свои знания, помогает обрести новых друзей и раскрыть свой потенциал. В настоящей столярной мастерской на базе клуба юного техника молодой, но опытный педагог Светлана Калуга знакомит ребят с деревообработкой, авиасудой и автомоделированием. Обучает работе на спецоборудовании, обращению с приспособлениями для резки по дереву, геометрической, рельефной и скультурной резьбы. Юный мастер – это занятие, где дети самым первым учатся, то есть держать в руках самые простые инструменты, такие как пила, рубанок, делать самые простые поделки, то есть самый первый этап. Мастер-крафт – это где дети работают уже больше на станках, посложнее, делают более объемные и сложные какие-то поделки. Авиасуды, автомоделирование – мы моделируем, соответственно, технику корабли, самолеты, машины и, соответственно, до программирования еще не дошли, но к этому стремимся. Сделать можно все. От самого простого – это кухонная утварь до, наверное, мебели. Мы начали практиковать такое – стулья, табуретки, даже пробовали сделать диван, шкафчики кухонные. Делаем в основном из дерева, но прибегаем иногда к стеклу, к пластику. Соответственно, на моделировании мы работаем с картоном еще, с пластиком, соответственно, делаем разные модели. Светлана Николаевна по образованию архитектор, но всю жизнь мечтала преподавать. Со временем мечта стала целью, достичь которую было сложно, но, как показала жизнь, возможно. Окончив педагогические курсы и специальную подготовку по деревообработке, сегодня Светлана Калуга передает свои знания мальчишкам и девчонкам. Через год занятий ребенок умеет, у меня пользуется всеми ручными инструментами, для станков, соответственно, по возрасту, если он не дошел, то нет. И делать он умеет уже до сложных поделок, в которых, например, если возьмем машину, у которой крутятся колеса, открываются дверки, и стекло сделано именно стеклянное, а не из дерева. То есть самая такая поделка, которая для ребенка 7-9 лет. Если ребенок старше, соответственно, это сложнее, и уже работа на станках. Мы участвуем во всех, в муниципальной, региональной, также пробовали участвовать в Сиросийском, соответственно, это немножко сложнее, и там идет пока дистанционный формат. В муниципальной очень много мы участвуем, так как все-таки это в нашем городе, и стараемся выезжать на региональное. Вот в декабре в начале мы ездили на судомоделирование, где у нас проходили Мурмаша в соревнованиях, и мы привезли 6 побед. Две из них по судомоделированию по кораблям и 4 победы по Олимпиаде. Я захожу в кабинет столярки, вижу коробки с всякими моделями из пластика, с криком, прошу Светлана Николаевна, можно я с вами? Там были детали, я их покрасил, загрунтовал, еще раз покрасил, потом я их всех склеил, покрыл лаком и поставил. Подводная лодка, пластиковая, КАК-19. На занятиях у ребят полная свобода действий, под настроение. Хочешь резьба по дереву, хочешь создание картины с помощью аппарата для обжига, или даже моделирование корабля, машины или самолета. Данил Врачев в столярку ходит уже больше года, начинал с изготовления игрушек и домашней утвари, сделал для мамы не одну разделочную доску, а совсем недавно собрал свою первую подводную лодку. С ней же на открытом первенстве Кольского района по судомодельному спорту занял второе место. Он эту подводную лодку полностью делал сам, Светлана Николаевна его только где-то куда-то направляла. Мы довольны остались очень, потому что участников было очень много. Мы ехали, где мы были? Мы были в Мурмашах. Мы приехали, свыше 30-40 участников было. Там разные возрастные группы были. Среди своих очень достойно. Мне кажется, для первого раза на регионе это очень-очень даже хорошо. Я всегда за него, поэтому любое достижение для меня это уже хорошо, это уже успех. Даже если бы он ничего не занял, мы ехали туда первый раз, хотя бы имели представление, но то, что у нас получается, это здорово, это вау. Это отлично. Как и любой другой родитель, Яна Тонко чувствует настроение своего ребенка. Следит за тем, чтобы он не перенапрягался и в меру отдыхал. Ведь помимо столярной мастерской у Данила еще туристенок, лыжи и дюдо. Но невооруженным глазом, говорит мама, видно, какое занятие у ее ребенка самое любимое. Спорт, наверное, на него так не влияет, как работа руками и мозговой штурм. Когда он видит в расписании, что у него столярка, он такой, ура, Светлана Николаевна, он бежит, 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 бежит. И я очень рада, что вот есть этот коннект. Я очень довольна. Это самое главное, что ребенку это нравится. Казалось бы, фанера, пила немного фантазии и усилий. Вот и готова подставка, столик или шкатулка. Но не все так просто. Такая работа по силам не каждому взрослому. Ведь натуральные материалы требуют особого подхода и знаний. Юные северяне получают их от настоящего профессионала. Поэтому справляются с любым заданием. Здесь можно делать поделки, можно вместе какую-нибудь одну большую сделать, а потом на выставку там отнести. Моя мама в детском саду работает, я для нее поделку делал. С кота стоячим. Там был напечатан на дереве. О себе Максим Аславский тоже не забывает. Из дерева делает игрушки. Дома у него целый набор автоматы, мечи и машинки. Еще один участник объединения, который радует близких авторскими поделками из дерева, Владимир Савохин. За год занятий в свои 7 лет он уже изготовил скалку, лопатку и доску для резки овощей. Их он подарил своей маме. И дали выбор. Либо столярка, либо лыжа. Я выбрал столярку. Потому что тут можно делать всякие вещи. Всякие вещи для дома. Коллекция. Мама сказала, не болтайся на улице, запишись куда-то на секцию. А у меня друг тут два. Матвей и Семер. Вот. Они любят туда ходить. И я с ними пошел. С первого занятия уже ножик смеется. А вот Роман Калинкин занимается в объединении всего 10-й урок. Но уже сделал несколько деревянных ножей для личной коллекции. В планах первая серьезная работа – деревянная разделочная доска. Такая идея появилась у мальчика совсем недавно. Захотел тоже порадовать маму подарком. Девчонкам тоже интересно сделать для себя шкатулку. Потому что сейчас девочки любят на себя полагаться. А почему бы не сделать? Сделать даже сережки. Потому что мы делаем украшения для себя разные. Порадовать маму, бабушку, родителей. То есть, ну, это... Девочкам тоже очень интересно. Не сидеть на месте, а стремиться к большему. Мне кажется очень странно, что если это мужское дело, в нем не может быть, девочка может. И достичь больших успехов она тоже может. На своем личном примере Светлана Калуга показывает. Можно оставаться хрупкой девушкой, при этом заниматься любимым делом. Пусть даже мальчишеским. Среди 50 воспитанников Светланы Николаевны 10 девочек. Каждая из них нашла то, что ей по душе. Например, Юлия Смирнова занимается выжиганием по дереву. Это просто интересно. Надо успеху попасть на карандаш и выводить. Технология простая, но требует концентрации внимания и аккуратности. Сначала выпиливается холст из фанеры, затем простым карандашом наносится рисунок. Юлия чаще всего изображает животных. А потом по контуру проходится машинкой для обжига. Созданные картины девочка представляет на выставках и отправляет на конкурсы разного уровня сложности. От городских до всероссийских. Я стараюсь не стесняться рассказывать ребятам то, к чему я стремилась, как к этому шла. Потому что все-таки сложно им было воспринимать меня, девочку, как свой авторитет. Было очень сложно, но к этому я шла вместе с ними, я учусь вместе с ними. Они это видят, мы с ними общаемся. Когда у них что-то не получается, я очень часто слышу, что Светлана Николаевна, вы же педагог, вы все знаете. Как у вас может не получаться. То есть они не ставят пример то, что я была тоже когда-то маленькой, когда-то к этому тоже училась. И соответственно мы с ними иногда просто садимся в кружочек и поразговариваем, рассказываем. Они делятся со мной своими проблемами, а я уже рассказываю, через что прошла я и чему-то им подсказываю. Они могут сделать все дома, для дома. Это, наверное, самое важное, чему я учу, чтобы они самое минимальное могли сделать. Ну а дальше очень много сейчас идет по деревообработке. Дерево возвращается в нашу жизнь. Из него делают сейчас опять очень много, оно идет в обиход, поэтому, думаю, будущее ждет моих ребят очень большое, если они захотят этим дальше заниматься. Такая форма прикладного творчества, как занятия в столярной мастерской, авиа, суда и автомоделирование, развивают у ребенка воображение и координацию. Своими руками он может создать любое изделие, забрать его домой, чтобы поиграть, оставить на память или подарить близким. Познакомиться с каждым из направлений Центра детского творчества Хибины вы можете на официальном сайте. Чтобы перейти на него, наведите камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, и перейдите по ссылке. Я же с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok